Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, поздравляю вас! Начался Рош-Ходыш месяца Ияр. Вообще, Рош-Ходыш это начало-начал. Одно из первых заповедей, которое дано было Богом человеку, это празднование начала месяца. Это маленький такой микро-йон Кипура. Вообще, особенно Ияр, он очень интересный. Месяц Ияр это называется вторым вторым, так как непосредственно следует за Ниссаном первым из месяцев года. В Танахе этот месяц называется месяцев Зив, то есть месяцев Сияния. В этом месяце евреи, вышедшие из Египта, обрели истинное свое величие, Сияния, так как избавились от своих порогов, недостатков. Очень изменились люди за этот месяц, став достойными принять Тору. И нам надо идти к теми же самим путям. Этот месяц самых кардинальных изменений, вообще во многом очень необычный. Месяц Ияр соответствует созвездия Быка. Точнее Тельцам, но на иврите Быка. В еврейских книгах рассказывают, что в Ияре болезни легче всего подаются излечению, ну чем другие месяцы. Так как именно в Ияре начал выпадать Ман. А Ман называется хлебом сильным, ибо он не вызывал никаких болезней, и люди не болели. С тех пор Ияр как бы духовно сохранил свойства излечивать болезни. Намек этот есть в названии месяца, буквы которого соответствуют первым словам Я Господь, излечивающий Тебя. Еще раз. Если не дай Бог у кого-то что-то болит, какие-то проблемы, идеальный этот месяц для принятия таких решений. Еще раз повторю, название месяца Яр можно составить из акронима первых букв выражения Ани Ха Шем Рамиха. Я Господь целитель Твой. Этот месяц считается, вы видите, такое, Месугаль Ларифуа, то есть способствующий исцелению. Молитвы о выздоровлении, вознесенной в Ияре, принимаются Всевышним особенно благословным. Мудрецы говорят, что настолько Яр сохранил духовную силу вот этого лечения, что идеальное средство излечения, это когда идет дождь в Ияре, если нашел дождь, человек выходит на улицу, открывает рот и ловит, прямо пьет эту воду, потому что вода Яра излечивает. Это очень высокие мудрецы писали. Период между праздниками Пейсах и Шалаот соответствует времени между откровением Всевышнего Машара Бейну и Ведегорячего куста, когда было и дарованием Торы. То есть мы вот этот кусочек проходим в Ияре. Гурот, вот сила Бога, суровости такой, в эти дни работают на очень сильном пределе. Идет колоссальный процент сжатия, концентрации божественных сил и очищения. Поэтому в Ияре следует, сказали все мудрецы, пишут, следует воздерживаться от любых действий, которые могут пробудить гуру. Другими словами, опасными или авантюрными делами заниматься в этом месяце не стоит. Лечитесь. Или там настроение поднимайте. Сефир и Цера, книга такая, связывает Ияр с правой почкой, которая еврейской традиции отвечает за тайные побуждения человеческой личности и за добрые поступки. Вообще, еврейская астрология принципиальным образом отличается от нееврейской. Нееврейская говорит, что зодиак влияет на судьбу людей, а еврейская утверждает, что люди могут изменить вектор влияния небесных сил. То есть, все в наших руках, говорит иудаизм. Так, например, хотя Ниссану управляется планетой Марс, ну такой же, военной, да, но евреи, выйдя из Египта, сделали этого месяца избавления. То есть, Бог дал человеку возможность изменять ситуацию. Ияр считается благоприятным для извлечения кабалы и вообще тайн Торы. Почему? В этот месяц, 18-го, это слово жизни, покинул мир Шимон Бар-Яхай, автор основополагающей книги кабалы, Сияния, Дзи-Заар. И перед этим Раби велел ученикам превратить его день смерти в самый веселый праздник, что и происходит по сегодняшний день. Что еще? Считается, что Ияр благоприятное время для освоения мудрости Торы и для духовных исканий и подготовка вот к этому годовщине Синайского откровения, начиная с Пейсиха и вот посчитая Амир, мы идем, это месяц связывает, это месяц мостик. Он связывает два величайших события в истории еврейского народа. Исход из Египта и в предшествующем месяце Ниссан и Синайское откровение на следующем за Синаем месяце Сива. В год исхода из Египта, согласно преданию, Яр был отмечен великим событием во время странствий по пустыне. Хотя в рамках физического мира эти события имели значение для Израиля в тот период, но остались навсегда. Это месяцы Яр начал выпадать ман, в Яре колодец Мирьям появился и была война между Амалеком и Израилем. Война между Амалеком и Израилем велась в пустыне под названием Рефигим. Это намек на причинную войну, Рефион, это расслабление. Нельзя расслабляться в Яре уж совсем, надо серьезно готовиться. Первая Яра царь Шлома начал строить первый Иерусалимский храм. То есть великое дело. Именно Первая Яра по воле Всевышнего Маша Аароны двадцать колен пересчитали еврейский народ. То есть мы с вами видим, что мы находимся в преддверии великого месяца, месяца исправления, месяца сияния, брахава от слаха, чтобы он прошел хорошо и шаббат шалом.